Порча из глазы, да, на эту тему много. Кто чего придумает, кто чего говорит. Но мне сегодня, ну, я постараюсь максимально эффективно к ней подойти, потому что, скажем так, размылить ее можно не на один семинар, а по факту она достаточно простая. Мы порча из глаз, она на глаза, связываем с тем, что кто-то на нас воздействует. И вообще все влияния, это как там связано с внешним окружающим миром, кто-то в этом виноват. Ну, это если завалиться в чувство вины. На самом деле все значительно проще. Предлагаю рассмотреть одну ситуацию, классику жанра. Можно взять любую, да. Ну, вот самая распространенная из того, что сейчас в Фейсбуке кидается, да, и популяризуется, и ВКонтакте тема, ну, ГАИ приучает людей сливать информацию о нарушителях, да, но это выгодно, не надо со ним работать, а сразу штраф выписываешь. Ну, смотрите, вы проходите по дороге, стоит неправильно припаркованная машина. Кто-то реагирует как? Это же неправильно, он же нарушил. Значит, надо сфотографировать и отправить в ГАИ. Правильно, человек делает, сфотографирует, отправляет в ГАИ. Ну, допустим, сделал он так подряд 10 автомобилей, да. 10 водителей, 10 реакций на то, что человек совершил. Согласны? Есть водитель, который получил письмо счастья и проклят человека, да. Он так внес новую игру, да, потому что проклятие, оно же такое дело, когда один эмоционально включен, этот же, который включился на автомобиле, ведь не все же включаются и будем сфотографировать автомобиль, значит, у него есть какая-то предрасположенность, какая-то программа, которая подвигла его это делать. Это, как правило, либо зависть, либо корысть, либо вина, либо непринятие этого мира, почему этот мир вот такой несправедливый, да. И все зависит от того, какая программа в этом человеке сработала, который сфотографировал. Ответная реакция у человека, который посылает ему проклятие, и они встречаются, два красавца, и Бог говорит, ну что, делим на двоих, получают оба, да. Вторая реакция, водитель говорит, слушай, Бог, ну вот какой-то больной там ходит со своими проблемами, ты разберись с ним, не жить мешает, мне приходится теперь ходить деньги выкидывать, да. Бог-то говорит, слушай, за этого не зацепилось, прилетело, а он так классно отработал. И так хобана свою часть на этого перевел, да, тот, кто подал, послал, получил за двоих, да, привет. Водитель третий берет и говорит, я виноват, я такой плохой, я осуждаю себя, я вот вообще гнида такая. И пошел вниз, да, в своих эмоциях, обсуждениях. И Бог говорит, ну, кайся, и все ему, этот ничего не получает, да. И вот каждый раз, представляете, вот наша жизнь, сегодня за день, сколько у вас ситуаций, когда вы взаимодействовали с людьми? Сколько раз могло прилететь и улететь? Да, классно. Где это остается? Это остается в нашей полевой оболочке, то, что мы сегодня будем учиться смотреть. То есть все вот эти сюжеты, они остаются в виде оставленной энергии. Вот то, что самое вкусное я заготовила в конце, это как выдергивать из этих ситуаций назад энергию, потому что наш жизненный ресурс ограничен. Вот это относится уже третий, самый последний пункт, будет относиться к магии. Вот, но это последнее. А для начала научиться различать, что, откуда и за что прилетело, да. Ведь на этапе, когда летит, мы можем сразу не пускать себе это все в поле, да. Это все зависит от наших реакций. Что надо для того, чтобы не реагировать? Вы проходите мимо машины. Ну и что, что этот человек поставил ее на пешеходном переходе? Слушайте, вам жарко от этого или холодно? Ну надо человеку, ну торопился. Вы принимаете вот такой, какой он есть, да. Он же вам на голову не того, вас это не коснулось. Это одна ситуация. Вторая ситуация, это коснулось вас, вам неудобно, и тогда вы решаете свою проблему, да. Но вы понимаете, этот человек хороший, вы его принимаете таким, как есть. Но вы решаете проблему, потому что вам неудобно, вас коснулось, да. Не какой-то тетей, которая будет гулять с коляской. Вы не списываете то, что вы о всем мире заботитесь, нет. Вы честны сами с собой. Поэтому вот здесь наше прошлое занятие, честность с самим собой, она является определяющей, прилетит вам или не прилетит. Если вы честны сами с собой, на самом деле, как вы реагируете, это ваше дело. Не надо быть хорошей девочкой там, где вам гладят на голову. Это тоже неправильно, за это тоже прилетает. Надо быть честным с самим собой, вот тогда не прилетает. То есть тогда ваш внутренний цензор говорит, ну все нормально, у меня все хорошо, и тогда вот вас это не касается. И от того, как вы реагируете на это, вопрос реагирует вы только в негативе или в позитиве. Если в негативе, да, вы раскачиваете ситуацию. Если в позитиве, в Багдаде все спокойно. Поэтому вот каждую ситуацию вы различаете, и я предлагаю даже уже не различать умом. Это надо научиться чувствовать, когда прилетает, да. Когда вы провоцируете Вселенную. А что значит, вы провоцируете Вселенную? Смотрите по закону. Ну вот начнем. Закон сохранения энергии, там все это, конечно, классно. Физика уже более глубоко. Если вы возьмете тот же самый атом устройства, количество электронов равно количеству протонов, да. Точно так же ситуация, когда у вас, если качнулось в одну сторону, качнется в другую сторону, да. Всегда есть компенсация. Всегда во Вселенной все компенсировано. Если вы качнули ситуацию, если вы раскачали вот этот маятник, обязательно, если вы включились в процесс, обязательно вы получите ответную реакцию. Поэтому, чем меньше вы включаетесь в процесс эмоциональный, тем меньше получается ответных реакций. Но при этом все равно в душе надо извлекать осознание, и за осознанием надо следить. Иначе вот эта ровная линия прямая, да, ни включения ни во что, она равна сильно смерти. Как на этом вот на мониторе, когда наше сердцебиение меряется. Поэтому вот тонкая игра, тонкая настройка с собой, в основе которой лежит честность. Честность с самим собой. Ну, никуда ты от этого не денешься. Что касается прилетевших вариантов. Порча прилетает когда? Когда вы спровоцировали ситуацию на гордыне, на недовольстве миром, на огноблении. Практически на любом чувстве внизу, да, кроме зависти. Практически все односторонние чувства, когда вы включились, и вышла ваша точка баланса, вышла вне вас. Тогда прилетает порча. Когда прилетает сглаз? Сглаз прилетает тогда, когда вы позавидовали. Зависть – это чувство, за которое прилетает в ум. С одной стороны вы позавидовали, с другой стороны вы спровоцировали на зависть. По зависти идет сглаз. То есть они, почему разные понятия у порчи и сглаза? Потому что у них разное прикрепление в информационном поле. Сглаз крепится снаружи. Порча, если вы будете видеть поле, она крепится во внутрь полевой оболочки. То есть она пытается вернуть вас во внутрь, потому что ваша точка баланса сместилась наружу. Вот и все. В трех словах из вот этих самых суровых вещей, я не знаю, доступно я объяснила, недоступно, но вот это самое простое, что в принципе есть. Это можно видеть в полевых оболочках человека. От того, как крепится и как выглядит, и как с этим всем работать. Как крепится? Я говорю, сглаз крепится обычно. Она снаружи полевой оболочки, но я сегодня проведу вас в эти состояния. Попробуйте это увидеть сами. Порча, она, как правило, входит вовнутрь и крепится либо к почкам, либо к печени, либо к сердцу. То есть она идет вовнутрь и до физиологии доходит, но по энергоинформационным структурам это все проходит. И то, и другое убирается. Варианты убирания, которые существуют, тоже сегодня будем это дело отрабатывать. Смотрите, есть практики на убирание, когда вы отправляете в свет Творца. Есть практики на убирание, когда вы отправляете в огонь, в землю и возвращаете назад чистой энергии. Почему в огонь, земля, там вот это все свет Творца? Потому что эта энергия, то, что там есть, она содержит кусочек вашей жизненной энергии. Но она содержит другую чистоту, которую вы окрасили, скажем так, какой-то эмоцией, там, завистью, виной, гневом, недовольством, еще чем-то. Это надо очистить. Огонь, земля, все это дело очищает свет Творца. И вам тогда этот кусочек, когда вы забираете ее назад, возвращается в чистом варианте. Это просто энергия. Тогда приходит просто очищенная энергия. Поэтому практики существуют разные. Когда будем делать, я постараюсь предложить вам разные варианты. Какой вам больше подойдет, тот и делайте. На самом деле, все идет примерно по одному сценарию. Когда вот понимаешь суть, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, тогда все это дело убирается. В случае, если вот эти объекты энергоинформационные, сделанные кем-то, есть два варианта. Можно просто убрать, растворить в свете Творца, пожелать миру, любви и счастья и удалить. Не знаю, я уже давно перестала быть добрым. Я всегда возвращаю Создателя. То есть, если это сделано целенаправленно, я всегда возвращаю Создателя. Завершаю свою часть контракта, изымаю свое сознание. Понимаете, можно быть доброй. И тогда будет прилетать до тех пор, пока не научишься выстраивать равновесие. Потому что человек требует контракта с тобой. Он же с тобой ввязался в эту игру. Значит, он требует своего обучения. И в этом ничего плохого нет от того, что вы выполнили свою часть, научились сами. Он по отношению к вам выполнен. Выполните по отношению к нему. Отдайте ему обратно. А то во что это переродится и ожидать, что он будет хромой, косой или кривой, этого не надо. Даже интересоваться этим не имеет смысла. Я даже обычно, если убираю с человека что-то, то я никогда не интересуюсь, кто это сделал. Обычно люди задают вопрос, кто, кто, кто. Когда кто, кто, рождается ненависть, рождается недоверие к этому человеку и так далее. У вас на бессознательном уровне был контракт на обучение у него с вами. Он вас научил. Вы со своей стороны отправьте ему, научите ему. И закройте тему. Она не стоит обсуждения. Я даю свою забрать оттуда. Это уже осталось в прошлом. Прошлое пускай останется в прошлом. Ну, во всяком случае, у меня такой подход. И я считаю его достаточно экологичным, потому что все равно все мы пришли развиваться. И человек тут вторая сторона. Не надо ему при этом желать дела, испытывать страх перед ним или еще что-то. Нет, надо доработать свою часть контракта и позволить ему развиться и принести свой жизненный опыт. И если вы не знаете, кто это, то вам это еще проще. До встречи! Ну, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...